Всем привет, друзья! С вами Светлана Азаровская, и сегодня мы будем обозревать игру Heyday. Игру можно найти на андроиде и на айфоне, на ios. Также наверняка есть это приложение и на Windows Phone, но вот видео только на андроидах и на ios. Итак, немножко расскажу об этой игре вкратце. У нас вот такая замечательная ферма. Первое, что вы должны знать об этой игре, то что здесь, на этом поле, можно выращивать различные культуры. Сейчас у меня уровень 26, и, соответственно, у меня уже в наличии пшеница, кукуруза, морковь, соя, тростник, тыква, индиго, это синенький цветочек, и, соответственно, хлопок и перец. Помидор будет доступен на 30 уровне. Итак, у нас мы собрали недавно урожай, поэтому мы можем посадить кукурузу, также можем посадить пшеничку, посадить морковку, тростник, он, кстати, вот еще через 7 минут будет готов, сою, и, так, что у нас здесь? Давайте здесь посадим, не знаю, тыковку раз, хлопок два и перец чили. Так, здесь вот у нас выращиваются культуры, и здесь, если нажать на каждую клеточку поля, можно увидеть, через сколько будет готов урожай. Также у нас есть наш домик, где показаны наши достижения, то есть здесь есть различные достижения. Сейчас у меня уже 26 уровень, и, как вы видите, очень много достижений уже открыто. Так, здесь у нас приходят посетители, это, получается, соседи с других ферм, ну, грубо говоря, игровые соседи, которые боты, можно так назвать, то есть это игровые персонажи. Нажимая на них, они могут что-то у вас пытаться купить. В данном случае они хотят два морковных торта или два морковных пирога, у меня их нету, пишу, к сожалению, нет. И они уходят ни с чем обратно. Также у нас есть предприятия различные. Здесь вот у нас сахарный завод, здесь можно сделать коричневый сахар, белый сахар и сахарный сироп. Есть у нас печь для тортов, здесь можно печь торт со сливками, морковный торт, чизкейк и вишневый торт. Также есть попкорница, можно сделать обычный попкорн, попкорн с маслом, попкорн с чили. Есть пекарня, здесь можно хлеб, кукурузный хлеб, печенье, кекс с малиной и кекс с ежевикой. Печь для пирогов, это вот как раз таки та самая печь, которую можно сделать тыквенный пирог, морковный пирог, пирог с беконом. У нас есть собака, давайте позовем. Собаку зовут Джек, он питается беконом. Иногда мисочка пустеет и нужно добавлять туда бекон. И вот мы плавно перешли к тому, а как же бекон-то добывать, если с растениями-то все понятно. Кстати, быстрее всех поспевает пшеница. Ее периодически выращиваю, потому что многие корма для кур, коров нуждаются в пшенице. Итак, у нас есть помимо тех производственных цехов, есть еще грильница. Там можно омлеты делать, яичницу с беконом, например, блинчик и даже гамбургин. У нас вот из наличия только бекон и яйца, поэтому сделаем гриль. Есть свинки. Пришло время собирать урожай. Вот так вот у нас бекон-полоски мы собираем. И свинок надо покормить. Кстати, тадам, только что я получила новый уровень, 27 уровень, у меня теперь доступны гнедой конь, рыбный бургер, конюшня, рыбное филе, колодец, крошка на удачу, поле, пастбище для коров. Я могу еще 5 коров сделать себе. И рыболовная зона. Итак, мы можем здесь построить новую лодку. Это старая рыбацкая лодка твоего дядюшки. Как насчет, чтобы залатать ее? Да, почему бы и нет? 30 тысяч, в принципе, 35 тысяч у меня есть. Итак, рассказываю, что у нас тут есть с вами свинюшки, 10 штук. Их надо покормить, но у меня пока что только один корм, поэтому 4 свинюшки пока что будут голодать. Они не умирают в этой игре. То есть просто ждут, пока вы их покормите, как появится корм. Так можно и будет покормить. Видите, здесь серым, потому что они не хотят еще есть. А здесь они хотят есть, но у нас нет корма. Так, есть у нас курочки, которые тоже хотят есть. Тоже нет пока корма. Коровы, которые не хотят, а нет, хотят есть. Ну, через раз. Некоторые не хотят, а некоторые хотят. Вот, которые лежат, они хотят кушать. которые дают молочко они сейчас не хотят кушать есть вот у нас дробилка дробилка готовит корма вот у нас коров там не было у свинюшек не было и у курочек не было сейчас пока что у меня видите все ингредиенты есть там в том числе морковка поэтому я могу запросто накормить пока в дробилке будет делаться наше с вами удобрение корма для животных есть амбар в амбаре у нас хранятся инструменты это гвозди доски большие доски ленты клейки с помощью них можно расширять и даже гвозди и болтики и шурупчики общем все 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 вот чтобы увеличить вместимость нужно собрать определенное количество инструментов их можно получать случайным рандомным образом когда вы собираете урожай случайно находите сундуки у других пользователей игры когда переключаетесь к ним в общем они выпадают периодически но поэтому как бы быстро увеличить вместимость к сожалению не получится есть у нас силосная башня здесь у нас как раз таки наши овощи фрукты все что мы производим на грядках здесь находится здесь тоже можно увеличить вместимость но соответственно три других строительных материала нужно как видите мне еще нужно 7 гвоздей есть у нас пароход пароход отправляет заказы нам нужно допустим 15 вишенок это у нас есть 12 ежевичек тоже есть и 30 тыков тоже у нас все есть видите я отправляю и мне еще бонусы за погрузку пароходы можно отправить через 16 часов либо раньше у меня уже все погружено все ингредиенты которые нужны в ящиках и поэтому я отправляю тут еще бонус за время чем быстрее вы отправите тем больше штурвалов очков вы наберете итак у нас отправляется пароход а соответственно здесь показано что будет следующий раз нужно итак попкорн с чили яйцо синий свитер но если яйцо еще легко сделать достаточно просто накормить курочек и потом собрать через 20 или 10 минут 10 минут курочки несутся можно будет собрать яйца то со свитером синим конечно сложнее свитер синий у нас на этом ткацком статке и для его производства нужно индиго и и шерсть к сожалению это очень долго занимает процесс создания три часа видеть он производится на ткацком станке попкорн тоже кстати два часа делается вот у нас сейчас как раз он загружен этим попкорном стиле и когда у нас с вами проблема случается с тем чтобы достать нужные ингредиенты мы идем либо к тому том это наш виртуальный помощник его можно занять за кристаллики сейчас он у меня нанят на 5 дней кристаллики тоже зарабатываются в игре из-за различных достижений они выпадают там просто переход на некоторые уровни то есть все везде по-разному вот и там выполняет задание то есть вы ему даете задание найти какой-то ингредиент он вам через 2-3 минуты приходит рассказывает сколько какого количества сколько стоит вы выбираете какой вам нужен ингредиент он бежит за ним и приносит вам ну за копейки по сути на фоне магазина продуктового который вам сейчас покажу чуть позже вот он приносит и отдыхает два часа то есть между его действиями не меньше двух часов проходит вот у меня он будет доступен только через 56 минут если этот способ нам не подходит или по каким-то причинам у нас нет кристаллов чтобы нанять тома который будет бегать за ингредиентами мы открываем наш придорожный магазин точнее газету данном случае газету и ищем товары здесь газета обновляется каждые получается пять минут здесь можно найти вот попкорн с чили нам нужен яйца да и синяя рубашка но синюю рубашку скорее всего буду просить у тома потому что это очень редкий товар в этом магазине вот видите яйца достать не проблема яйца постоянно где-то есть опять попкорн с чили нам просто везет мы сейчас его накупим потом будет проще погружать наш пароход да я понимаю что с парохода денег практически нету при погрузке там какие-то копейки он дает но очень неплохо качается уровень и вот на самом деле совсем недавно у меня был 24 уровень и только благодаря пароходом я качнула его до 27 сати рыбацкая лодка будет делаться два дня 23 часа что у меня еще есть на моем предприятии на моей ферме есть придорожный магазин придорожный киоск игрока лана флорид здесь я вымещаю какие-то товары которые у меня есть и продаю их например у меня есть кукурузный хлеб я выставляю его также что мы сейчас еще блинчик у нас готовый был доставляем белый сахар я вот не помню сейчас посмотрю нам он нужен для какого-то тортика а тортик уже в процессе готовки поэтому его можно смело продать пока он нам не нужен быстрее будет его потом заново сделать пока те тортики выпекаются но масло нам по-любому нужно будет поэтому я пока его не трачу в общем из того что я могу продать наверное все просто яйца и попкорн стили мы собираем здесь бы можно было продать яблоки в принципе это и сделаю но в остальном пока что тратить ничего не хочу потому что все рано или поздно обязательно будет нужного силосная башня позволяет она не забита и теперь на любой из этих товаров раз в пять минут дается возможность прорекламироваться то есть опубликоваться в этой газете можно бесплатно сделать раз пять минут создаем объявления выходим смотрим урожай у нас тут поспела пшеница кукуруза и сахарный тростник нам сейчас очень и морковочка вот-вот поспела нам сейчас очень нужен сахарный тростник и кукуруза тростник очень выгодно можно продать поэтому я его выращиваю и так вы видите у нас появляется восклицательный знак это значит что нашим придорожном киоске что-то купили и здесь вот продано внизу никнейм кому продано и в общем нажимаем и получаем денежку тадам вот она наша денежка увеличилась есть у нас еще и будка для кошек можно завести питомца но единственное что не хватает видите ресурсов так как там две кошки да можно одну из двух пинчера вот еще трехцветная кошка но здесь не хватает вот этих вот ресурсов они как раз таки на пароходе их можно получить они выпадают при погрузке парохода так у нас вот уже готов хлопок ну давайте попробуем на ткацком станке опять синий свитер сделать много не бывает здесь у нас можно хлопковую рубаху сделать как раз есть у меня еще шахта на шахте при помощи опять-таки редких инструментов которые выпадают случайным образом можно подрывать шахту то есть и добывать кусочки серебра золото и платины вот у меня сейчас плавильник готовится кусок золота слиток золота на него надо три кусочка золота в общем на любой из этих слитков нужно по три количество определенного металла и так вроде бы основное я рассказала также есть соседство соседство появляются с двадцать четвертого уровня вроде бы как или с двадцать третьего на общем на 24 уровне он у меня уже был она была поэтому я вступила в соседство и здесь можно на пароходе просить помощь соседи вот кстати я заказывала ежевику которая мне уже к сожалению не нужна и видите собрала теперь можно ее продать потому что она мне уже действительно в таком количестве не нужно за ежевик очень неплохо платят в придорожном киоске вот погружаем 828 итак друзья в общем мы продали нашу ежевику и ждем теперь рекламу через 2 минуты 20 секунд чтобы создать объявление в принципе наверное это все что можно знать о вашей ферме наши фруктовые деревья растут здесь купить их можно в этом меню вот они деревья кусты вот сколько стоит кустик ежевики малины и вишни и яблоки дает урожай три раза и на четвертый раз она превращается в такое дерево один раз можно оживить попросив друзей выставить объявление о том чтобы его оживили но второй раз уже требуется пила чтобы воспилить чтобы построить новое в общем как то так если есть информ какие-то предложения или лайфхаки по этой игре пишите но наверное самое основное вам рассказала вся задача поднимать уровень богатеть потихонечку и улучшать свою ферму всем пока пока с вами была стола назаровская в общем с обзором